Доброе утро всем! Утро пора вставать. Нет, не хочется поспать. В общем, я вчера ночью, где-то уже в 10, около 11, наверное, в 12 часу, что-то где-то смотрела и увидела блинчики с творогом. И вспомнила, что у меня есть творог. И что вы думаете? Та-дам! Я вчера, например, нажарила блинчиков. У нас творог продаётся такой, знаете, зерновой, но как в жидкости. Но лайфхак! Я его просто отсаживаю или процеживаю в дуршлаг. Всё в жидкость сливается. И можно... Я добавила туда уже сахар, сушёную клюкву. И сейчас начиню блинчики и буду завтракать. А остальные, которые не съем, я заморожу. Я какая умная! Машинка стирается. Вот. А пока я блинчики чиню. Субтитры сделал DimaTorzok Я смотрю новости. И с понедельника я могу работать. В общем, ну это по записи могу работать. Но это же замечательно. Кстати, надо я сейчас спрошу у Мэрши. У меня есть её телефон. И уточню точно, могу или нет. Потому что там сказали, что да. Поэтому надо уточнить. Потому что, знаете, государство государством, а потом каждая провинция делает свои законы. А ещё... Помимо того, что... Того, что я в понедельник, наверное, смогу работать... Я сейчас тоже поеду работать. Мне вчера мужчина позвонил и говорит... Так сам я походила... Он мой клиент постоянный. На улице ветер, по-моему, вот. Вот. Я походила мимо твоей парикмахерской. Увидела там объявление. Ты можешь сегодня прийти к нам и подстричь меня? Я говорю, замечательно. Смогу. Он и сына моего. Я говорю, конечно. Вот. Надо уточнить. У Мэрши смогу ли я работать? Ну, если говорят, что да, по записи... Ну, мне без разницы. Меня и так все, почти все звонят. Поэтому в понедельник пойду на работу. Позанималась и еду на работу. Как здорово звучит это слово. На работу. Кстати, объявление-то моё действует. Сегодня утром, я не знаю, говорю, по-моему, говорила, позвонила ещё одна женщина. Вот. И попросила приехать завтра, подстричь её мужа и её сына. Так что завтра у меня ещё есть работа. Вот так. А после четвёртого тогда, может быть, завтра или послезавтра позвоню. Ну, отправлю по WhatsApp-у Мэрши нашей в город, где я работаю. И спрошу уже, уточню, можно ли мне работать с четвёртого или нельзя. Что я поехала? Друзья, какой это кайф работать. Кстати, в маске не так и сложно работать. В перчатках, да, не смогла. А в перчатках стричь, потому что сразу отрезала пол перчатки. Я обработала гелем руки. Вот такой у меня гель. Ну, вот этот вот. Вот. И прям при клиенте. Ну, а мы здесь все, знаете, как семья. Но всё равно, меры предосторожности никто не отменял. В маске, кстати, вот в этой своей самодельной, я её стираю. Ну, не знаю, мне больше всего она нравится. Ой, она вся мокрая. Надо её стирать опять. Потеет лицо, конечно. Ну, ничего страшного. Нормально. Я думала, будет намного тяжелее стричь кого-то. С феном, конечно, не знаю. Там, наверное, точно у меня будет сауна поработать. Но завтра ещё возвращусь и буду работать. Кстати, мужчина мне тоже сказал, что с понедельника могу открываться. Класс. Вот. У меня уже всё, план придуман. Смотрите. Что у меня, во-первых, чтобы здесь никто не сидел, они придут. И я их буду всех отправлять вот на эту площадь сидеть. Там есть скамеечки, там очень хорошо. Есть и тенёк, и солнышко. И если вот они будут приходить, чтобы не толпился народ, надо все убрать журналы, чтобы их, знаете, не мусолили. Вот. Буду всем давать гель. Куплю вот такой вот для рук, чтобы они обрабатывали руки. Ну, и, естественно, маски. Ещё не придумал. Ну, маски вот эти вот, не знаю, для покраски, может быть, куплю одноразовые маски. Потому что, когда красишь, всё-таки вот эти вот за уши, они же окрашиваться будут. Вот. Вот. А так вполне всё можно работать. Главное работать. Это такой кайф. Прямо. Всё. Я поехала домой кушать, готовить. Я уже и прокушать даже забыла. Такие моменты. Кажется, что жизнь прекрасна и удивительна. Точнее, нет. Не кажется. Она действительно... Вот моя клиентка. Сейчас я скажу. Я уже дома. Пропылесосила, помыла полы. И сейчас буду готовить. Точнее, уже готовлю. Сегодня у меня будет меню. Картошка в мундире. Это для меня. Со скумбрией буду есть. Ммм. И готовлю ещё мясо арахию. Как говорят здесь, карна арахию. Много чеснока. И сейчас добавлю мясо обжариваться. Сметану. Немного лица добавлю. В общем, всё как полагается. Много чеснока. Вот такая вкусняшка получается. Ммм. Всё. Идём кушать. Яйца не хватает. И огурца. Правда? Ммм. Кстати, огурец есть. Можно порезать. Вы знаете, я вот тут сижу, думаю про всякие эти заражения, да, вирусы. Конечно, мне не меняется. Каждые 5 минут, каждые 5 секунд, каждый день. Почему? Сейчас объясню. Вот у нас я сначала была очень зла. Когда выпустили детей, родители гулять, да. Вот. Потом я такая подумала, что... Вот смотрите. Логично, да? Да, может быть, на улице все гуляют. Заражение увеличится должно. Такая думала, думала, думала. Ну, а почему оно должно увеличиться? Мы же в магазин так же все ходим. Кто раз в неделю, а кто и 5 раз в неделю. Там, так как толкучка была, ну, не такая толкучка прям, но сколько народу раньше было, так и сейчас там так же в магазинах. Вот сколько я хожу раз-два раза в неделю в магазин, всё равно мы все с жопами друг к другу трёмся, да. То есть, если нам заразиться, то заразимся мы и в магазине, и на улице. В общем, не знаю, в голове каша. Но вот я сейчас в Инстаграме там фотку выставила, и подруга моя, она в Гранаде живёт, типа говорит, рано выпускают всех, там 2 недели ещё надо подождать. Я бы не против была бы и 2 недели сидеть, и 4 недели сидеть. И месяц сидеть. Если бы кто-нибудь мне платил за это. А так как мне в этом месяце, всё равно надо будет опять платить все расходы, опять нужно все поплатить налоги. Хотя я не работаю, налог с продажи, там с работы не будет, но есть другие налоги, которые обязательны, которые не зависят от того, работаю я или не работаю, их тоже надо будет платить. У меня, как бы скажем так, маленькая парикмахерская, маленькая аренда, а вот у людей 1000-2000 евро аренда. Из пальца это не высосешь. А государство мне помогло, да, 661 евро. А другим людям это только, как говорится. И что будут делать люди? Грабить. Я вот думаю, что вот лучше, вот как нам, например, сказали, да, парикмахерские открыть, как? По записи это, во-первых. Во-вторых, там маски, все, лучше так вот. Я надену маски, надену вот эту вот штуку и пойду работать. Чем завтра мне нечем будет платить и нечего будет есть, и я пойду грабить. А что еще мне останется делать? Мне, как говорится, не нужны никакие долги, ничего не нужно. Вот, поэтому, и вот я так подумала, думаю, ну, ну, вот, да, спортом заниматься. Вот, я так думаю, что с утра у нас вот гулять нам разрешат с утра пару часиков и вечером пару часиков. Остальное, вот в Каталунии я видела, что там вообще что-то в одно время одни дети, в другое время другие дети. Все это должны делать сами люди. Надеяться нужно только на ответственность людей, потому что никакой карантин, вот, у нас как-то, да, построже. Полиция вообще везде ходит, везде штыряет, особенно после обеда. Вообще шаг левый, шаг правый, расстрел, как говорится, 600 евро, плати и все. 601 почему-то всегда. Вот, и с детьми, просто вот в воскресенье в то вышли люди, просто, ты знаете, это знаете, как вот в прошлое воскресенье вышли? Когда начался карантин, все зачем-то ломанулись в магазины скупать продукты, туалетные бумаги и все такое. Так и было, вот, знаете, это как запретный плод сладок. Им что-то запретили, вот, что-то там это, надо, чарвин ломится. Так и в то воскресенье, мне кажется, было, что люди все равно все ходили, все равно все гуляли. У каждой испанской семьи, почти у каждой есть собака. С ней все равно гуляли. Я не знаю, и вот тут просто, вот, знаете, слово разрешили, сделала вот так, и все ломанулись гулять с детьми. Хотя они уже это делали. Просто нужно соблюдать, как говорится, дистанцию, гигиену и быть более ответственными. Не шарахаться по улицам так, как раньше, не приближаться. Испанцы очень дружелюбивные, дружелюбные. Ха-ха-ха, дружелюбные. Они же любители поцеловаться при встрече, там еще что-то. Вот, поэтому им тяжело будет от этого отказаться. И все. Потому что, вот я-то сижу, думаю, почему должно заразиться больше, если мы так же шнымдем по магазинам. Так же все. Так же ходим по магазинам, так же разговариваем. Не думаю, что повысится что-то с заражаемостью. У нас вот сегодня жара, 25 градусов. Ну, жара, нет, не жара, конечно, но тепло. Вот, поэтому все будет хорошо. Нужно надеяться только на лучшее. А если дальше соблюдать карантин и сидеть, это хорошо говорить тем людям, у которых кто-то работает или в какую-то помощь поступает каждый месяц. А те люди, которые должны платить налоги, говорю, еще все отчисления, то каждый день идет в убыток. И у людей просто не только на еду нет денег. Нет денег на еду, фиг его, ладно. Там можно, как говорится, хлеб с водой попить. А вот когда долги накапливаются, это уже хуже. Потому что на долги, на эти, потом есть проценты, потом еще что-то. И вот тогда уже страшнее. Я так думаю. Такая вот болталка у меня у вас получилась. Что вы думаете по этому поводу? Как надоел уже этот карантин. Жду не дождусь субботы, чтобы хотя бы даже утром, часов в семь, там я не важно во сколько, пойти с Чарли и подышать свободной грудью. А потом еще и вечером. А сейчас у меня будет сумба. Сейчас пойду плясать. А, сейчас я, а, после сумбы пересажу цветы. Я их, наверное, сейчас подниму наверх. И не пересажу, а превалю, наверное, это называется. Да, земли там вот такой вот сверху насыплю. А то видите, как корни торчат уже от того, что ветер, от того, что дождь. Что у нас там скорая делает. Что у нас там скорая делает. Кстати, вчера у нас, позавчера даже в этом, в фейсбуке вычитала, у нас в нашем городе было 107 зараженных, 7 и 7 смертей. Сейчас не знаю, есть ли нет, то фиг его знает. Тарам-там-там. Вот такая вот улица. Улица, улица. Что они там делают. Очень интересно мне наблюдать за такими действиями. Ну, ничего серьезного, потому что она приехала не шумя. Не вот это. Может, кого привезли, может, кого увезли. Хрен его знает. Принесла цветочки. Вот эта земля, она хорошая. Вот, поэтому я сейчас вот это досажу сюда. Вот так вот. До это доволю. Вот эти пересажу. Ой. Ой, что-то он вылез так. Ой, не могу. Вот этот. Видите, он в том горшке. В каком? В покупном. Даже цвет зацветает, смотрите. Вот. И пускай растут. Белье сниму. Все они хорошо будут заниматься, потому что ветерок дует. Класс. Сниму потом майку. Останусь в спортивном. А не, он мне не спортивно-обывочный. Ой, сейчас бразделась. Тут вообще пипец. А то я обычно ставлюсь в спортивном люфтике. А сегодня у меня оказывается обычный. Такой полуспортивный. Стыдова. Ладно, сейчас пока цветы пересажу. Ой, какой хороший ветерок. Продолжение следует. В общем, вот эти подсадила, пересадила. Этот в нормальном состоянии. А у этого что-то мне корни не понравились. Вот я его почистила. Вот эти корни хорошие. Я сейчас немного просушу вот эту пальму. И, в принципе, с такими корнями можно его обратно посадить вот в этот маленький горшок. С земли новой насыплю. Потому что вот эти корни хорошие. Такие прям хорошие. Пальмочка. Ей года два, наверное, уже. Вот сейчас как раз пока буду плясать, и все такое корни подсушатся. А эти просто сейчас полью. Вот так. Видите, мой король. Видите, мой король. Сладкий такой. Вот. А эти сейчас полью немного. Я вообще поливаю сейчас с удобрением. Добавляю удобрение. Ой. Удобрение добавляю. Ой, ой, ой. Вода была отключена. Сейчас пока дойдет. Ну, давай, давай. Ну, давай. Ай. Вот. Такие дела. Так, полью немного. Вот. А из бутылки я всегда поливаю такой водой отстаянной. И это, с удобрением. Вот так немножечко покупать. Покупаю. Что-то воды совсем не хочу. Может быть, она там вся свернулась или что. Здесь солнца уже нет. Но солнце там. Поэтому им так будет приятно. Получить ванны. Ванны. Что-то воды совсем мало. А, я включила просто не на всю. Так вот. Поливаем, поливаем. Поставила на место цветы. Чучи тут повесила ему палочку вкусную еще. Я вот даже в руки взяла. Да, Чарли был недоволен. Он не понял, в чем дело. Смотрите, тут опять мусор. Сейчас опять пропылесосим. Да, Чучи. Не понял, что это. Да, вкусняшку тебе. Смотрите, как он всю эту сожрал. Надо ему новую купить. Нравится тебе? Кстати, потом я его выпустить хотела. А он вот так сел на моей руке и сидит. Представляете? Привык. Да? Да? Скажи, ничего не на мне не делают. И поэтому я спокоен. Да? Кушай, кушай. Соловей мой. Птичка певчая. Да. Да. Да, кушай, кушай, ням-ням. Ммм, как вкусно. Давай. Еще одна клиентка позвонила на следующую неделю. Так что, друзья, неделя потихонечку набирается. Работой надо, как говорится, надо, как говорится, вставать на обычный ритм. Ух ты, смотрите, как там красиво. Вам не видно, но там все-то желто-розово-красное. И пахнет весной. Прямо такой весной-весной. У нас на следующей, по-моему, неделе передают до 28-9 градусов. Хотя сегодня уже было 30 градусов. Но вот когда передают 28-30 градусов, это значит градусов 35 будет. Так что жара. Жара, холода. А еще, вы знаете, я заказала в Ачиндем там спортивную одежду. Но, по-моему, мне ее не то, что мне привезут. Мне еще и заказ как бы принят. Было здесь не 10 назад, да. Заказ вроде бы как принят. Но деньги с меня еще не сняли. Потому что я плачу через Павел Патт. В общем, как-то непонятно. Я им вчера написала письмо. Типа, что с моим заказом? Его приняли, не приняли? Я уже не говорю о том, что его отправили или не отправили. Они мне, значит, пишут, что сейчас очень много народу. Извините за неудобства. И все. И все. Не ответили мне. Принят, не принят заказ. Короче, трындец. Вот тебе, пожалуйста, онлайн. С Декатлона через два дня прислали. Шейн тоже я заказ сделала. Написано, что лежит уже здесь в Испании. Ну, он там лежит уже больше десяти дней. В общем, какой-то трындец происходит. А потом я выйду на работу. И, естественно, с утра они будут приносить мне посылки. А меня дома не будет. Трындец. Так вот. А хотя бы в Испании написано 7-10 дней отправка. Уже прошло больше десяти дней. Зачем тогда писать 7-10 дней? Так вы бы написали месяц, два или три. Ой, блин. Кстати, если вам интересно, как мы будем выходить из карантина. У нас там сделали четыре фазы выхода из карантина. Если вам интересно об этом узнать, пишите в комментариях. И тогда я вам все расскажу, как мы будем выходить из этого карантина. Сколько времени. Потому что мы не за один день выходите, идите гуляйте. Все открыто, все наслаждайтесь. Нет. Там сделали четыре фазы. И вот будем потихонечку, помаленечку. Если вам интересно, жду ваших комментариев. Смотрите, как мои калы растут. А эти, что-то вообще какой-то трэш с ними тоже происходит. Но у меня вот с этими тоже самое происходило. Я их купила. Они вот так вот все как-то пожелтели, побелели, позеленели. И все. И я их отрезала. И вот так вот в землю просто положила. И даже не поливала. И вот они у меня так год стояли. А в этом году, видите, выросли. Так что я с этими тоже самое сделаю. В общем, да. Такой вот у меня день получился. Ну, что-то мне кажется, ей трындец придет. Потому что тут как-то плодоножка не очень. Розовые розы. Вообще вот эти розы, лидлские, они не одноразовые. Сколько я их покупала. Вечно они один раз отцветут, а потом вот так вот стоят. Непонятно как, непонятно что. Это укропчик растет. Ладно. Я буду с вами прощаться до завтра. Завтра у нас что? А завтра у меня опять тоже работа есть. Но вечером, после обеда. Так что работаем. Всего самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. И всем пока-пока. Соловей мой, соловей, голосистый соловей. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok